друзья мои всем большой привет вы находитесь на канале сказочная деревня меня зовут юля спасибо вам за то что смотрите наш канал и не пропускать рекламу сегодня мы не за мне кажется до конца лет у нас будут ролики о переезде и каждый значит что там такое я помыла это ведро никого-то он не течет на я думал так кто-то укусил видали вот как можно спокойно снимать когда ребенок 15 воды боится в общем сейчас я вам все покажу и расстаешь так ну что мы опять пацану крышу забиты мы до сих пор вывозим чердак прошлом видеоролике я вам говорил что мы вывозим чердак и опять вот смотрите мы его вывозим помочь и уехал почти вот у нас то попадает только демьян потому что другой туда никто залезть не может только поле герёвочной лестнице туда лазит и все туда достает расскажи честно нам ног там еще осталось машин ну ладно можно сказать что чердак почти переехал значит то хочу сказать грузим все в мешки и увозим там я уже на месте разбираю что мало что немало что на помойку и так далее потому что здесь если честно разбирать некогда и негде особо там сразу разбираю убираю что на помойку вывожу вещи которые мне кстати в прошлый раз написали что вещи можно раздавать вот в этом их вывозите выйти по 9 как это не экономно их можно раздавать там и так далее не каким-нибудь там бедным или так далее я вам хочу сказать что у нас что-то бедных то и не намечается я даже хорошие вещи никто не берет дубленка 48 размера вчера предлагалось в двух магазинах местных но местная рассылка такая кто че у кого есть там отдать продать бесплатно хорошая дубленка фирменная 48 размера никому не надо даже хорошие вещи про одежду обувь я прям ну прям вообще молчу мне кажется большая редкость если кто-нибудь что-нибудь возьмет детские еще там кое-где если совсем не ношеные прям ни разу не одеты то тогда может быть сапоги кстати у меня были 41 размера на узкую ногу остались новые сапоги никто не носил по ним видно что они новые остались по моему три или четыре пара от прошлых хозяев никто не взял раздавала раздавала предлагала предлагал никто не взял представляете я бы себе конечно натянул у меня лапа широковато я в них не влезла и в голень они мне были мало в общем никому оказались не нужны так что в общем что можем раздаем пристраиваем а что не можем вывозим в мусорный контейнер к сожалению по-другому просто никак иначе такое иначе это куча барахла будет тянуться за тобой всю твою жизнь все друзья мои мы поехали потому что я еще немножечко опаздывают в связи с тем какой ландыш поле у меня под ногами она думает что это ландыш мне еще надо в администрацию успеть до часу во время плане первого справку забрать вот этот на держи ладно лишь я ничего не забыл все поехали уже некогда главный работник администрации жарко мне очень спряталась что-то сегодня очень жарко завтра еще жарче обещают справку получила все нормально теперь на следующей неделе весеногорск поеду для переоформления газа света и того прочего всего вещи начала немножко разбирать разложил тапочки которые в прошлый раз по одному оказались кое для каких нашла парку и для каких еще нет не успела но нет хотел рассказать а хотела рассказать то что отправила демьяна косить траву за участком который вот у нас к речке идет и чтобы выгнать гусей чтобы они уже могли там спокойно себе гулять пастись в этой речке колупаться но речка это громко сказано на самом деле значит что им сейчас покажу вот за моей спиной вот вдоль заборчика и туда 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 вниз он прокосил но если вы думаете что я вот так вот выгнула гуси и бросила то очень ошибаетесь у нас есть дозорный пункт чтобы так сказать блюсти за гусями а также за коровами когда они там пастись будут сейчас мы с вами дойдем до этого дозорный пункт кстати кстати кто-то из комментаторов мне писал не хотите либо построить летний душ вот у нас есть летний душ с бочкой наверху так дозорный пункт находится он на огороде точнее за огородом там где стоят ульи конечно вид просто потрясающий с этого самого дозорного пункта здесь устный слофюрча пчелы летают ой 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 надо мне так вот обойти вот они в этом улье живут и вот так вот обойду обойду и быстренько проскочу воспринял пасть ноги не переломать такой пандус у нас есть и отсюда все видно и отсюда все видно так вот демьян прокосил косилкой дорожку вон туда и там вот видите есть старый мост никто им давно не пользуется за этими кустами сейчас не видно когда осень было видно я как-то показывала там старая общественная баня заброшенная уже вся в общем остатки скажем так от общественной бани а там течет малюсенькая речечка как раз она вот гуся мне кажется будет самый раз там и не утонешь и есть где поколупаться а здесь получается вот это поле и за поворотом еще столько же вот за этими кустами еще столько же сюда планируем девчонок ладно пошли погоним гусей туда посмотрим понравится им не понравится все вам покажу сейчас они у плещутся в детском тазике товарищи гуси разрешите вас пригласить так сказать то вы помните не помещаетесь уже ну чё погнали куда а еда там на этом на плите иди кушай и да потому что конечно от них прям не чистюли они вот ни разу птички полетели у нас там вот птички живут которых еще коты не успели попереловить ну что давай ну помоги мне их за этот за забор выгнать а потом я уж сама там крючки скучусь за дно посмотрел да вроде нормально сейчас посмотрю так не убегаем вокруг дом мы пошли с этой стороны а я стой обойду чтобы они вокруг дома не прибежали на 4 гуси смотрите сколько желающих охлаждаться ворота тапки мои не трогаем но я смотрю сама первая бежит так боится так боится над той стороны то не сейчас шмыгнуть они уже знают что их туда гонит идти не хотят да шустрые гуси то давайте товарищи пошли купаться с нами пойдешь к вот они будут встали и стоят все время а нам надо их туда вниз с огонь и мог до низу чтобы они знали что там речка потом сами ходить здесь такой склон на самом деле сильный я вот не знаю как корот ходили к самому не упасть я хочу сказать что не попокошным хорошо идут слуш нас такая крапива здесь снизу на склоне выше человеческого роста вот мы с вами так что вон там стояли так идем я так думаю что поле может уже наверно справиться чтобы отогнать гусей на речку под присмотром конечно детей копил кусала кто-то спрашивал какова трава на выгуле для коров вот она собственно говоря хорошие такие бурные заросли мне кажется это самый обычный пырей ромба понравилось вот здесь конечно тоже только спуск крутой и крапива по двум сторонам а в остальном здесь хороший такой вот кстати вот такая трава у нас тоже растет они не едят это не иван-чай какая-то другая трава не знаю что такое но они ее не едят она у нас тоже растет таким пучками так ну что у нас там дальше иду иду куда пошли а куда зачем вы туда погнали надо было здесь их оставить около мостика они нам туда и не спустится ну нет речка то такая о нем по тропинке вакуум пошли откуда я за может купаться артем ты же здесь живешь они я о нем по тропинке пошли на выход такая небольшая тропинка и спуск на параллельную улицу и малюсенькая тропинка видно тут кто-то ходит туда дальше что же там тоже протоптан что-то я не думал что не речка такая маленькая думала на поглубже будет как вам сюда спуститься они сюда не спустятся ты же не гусь не на чуток упала наша гусь купались потому что они водоплавающие ныряй да они отсюда ты не вылезут были облом с вами спустились не скречки пойдемте я вам баня остатки покажу бане остатки бани покажу все хочу туда прям внутрь сходить взять с собой одного из местных жителей который бывал в этой бане когда она работала когда работала и рассказал нам что к чему ну здесь уже почти что и смотреть то нечего вот она все развалилась раньше здесь была баня пользуюсь раньше мылись всем селом ну вижу все развалилась потому что давно вещь уже ничего нет так ночью а гуси мои где гуси 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 на нога мост лежит смотрите на какой бочке огромный и так подозреваю что эта бочка именно из бани потому что нам тут человек который наверное да который рассказывал про эту баню говорю что там стоял огромный бак внутри этой бани гусям очень нравится эта высокая нежная травка это все классно но сюда наверное надо делать им какой-то спуск по-любому они сами не следует сами не заберутся нужно класть какие-то щит класть сюда чтобы они по нему могли забираться желательно прорезиненный как они туда залезут то идите купайтесь как они могут озариться как вот так посмотрели на какой крутой вкус конечно они же не спустятся а потом не поднимутся если спустятся какая еще не придумал так но не на нас посмотрели как дураки пошли в сторону дома брат сказали вы чё мы пошли и так шмак 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 и пошлёпали домой оставлю их здесь на этом ну на этом поле пускай здесь гуляют тем дом не как-то застирают ведро с водой сейчас поставлю около калитки приедет неслав юрьевич подумай может какой-то старый щит опустить вот так чтобы они могли спускаться подниматься ну что ставили мы все равно за заборчиком пусть там идут пасутся там у них есть ведро с водой внизу стоит вода в любом случае есть посмотрим пойдут они сами потом второй раз вниз потому что с нами они конечно наверх пришли обратно прошло примерно два часа ну я скажем так почти разобрала то что мы привезли некоторым парам некоторым скажем так ботинком нашла старая пара а некоторым нет будем искать продолжать дома складываю все в отдельную сумку который по одному потом когда привожу достаю раскладывающую 2 пара начать делать-то гуси 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 да га га сейчас я вам их покажу гуси сказали шиш тебе юля никуда мы не пойдем ни по какой дорожке прокушенный никуда мы будем у тебя под забором сидеть и ждать пока ты нас пустишь обратно вот дорожка прокушенная идите там еды навалом все есть нет вот прям у калитки вот калитка где вышли там и сели и никуда может быть я не в курсе может так и должно быть ушли не знаю что мне кажется что они как бы по дорожке должны идти вперед нет сели сидят у калитки даже не знаю что сказать ну пусть сидят муж привыкнут где-то мои тут пенснульки были чуть-чуть не успел до разбирать позвонил так я тебя не беру отсюда давай компот иди мой компот господи изюм позвонил снеслав юрий говорит закончил приезжай поехала за стасом оставил детей здесь младшую на старших и поедем так стас пошел к речке наверно внизу пошел к речке посмотреть что там за спуск пойдем еще разок сходим блин подниматься пришел в корку картина маслом в раздумьях куда гусей подел ну а как она должна течь нет вот тут туда не не гоню у них тут вот видишь лесенка сделано макаровная по ней не спустится крутая очень просто поручни чтобы держаться а куда тут ходит интересно тропиночка то есть такая не хочу скинет просто поручни здесь подниматься по поручни проще сборки ну может вода чистая на как ее гусей да вот бак который я тоже думаю что это бак из из баня вот я думаю если вот так сделать может ступеньки сделать а не да это очень круто не поднимутся да и там тоже круто мне кажется но там косить надо однозначно чтобы они спустились не все-таки классно отсюда какую-то эту нет на полоску ну а на дверь если какие-нибудь резинки набить чтобы они понимали наверх забираться типа резина у коврика какой-то приходили же не знаю потом ну да пошлите чем можно тут пока стой приду дуанец в прошлый раз сами быстро пришли вот это подорожничек в общем пожарнее травка разнообразнее чем там на покошку на покошку нас полянет ты чё к пчелам собрался да ребят нашли сейчас я хочу показать там на тропинке налево ты только подожди не лази пока я там снаферич чем он собрался я ведь это в дозорном посту бинокль нацепил монокль чтобы все видеть очень удобное расположение у нас участка и вот этого выпаса снизу также вот этот наш дозорный пункт просто прелесть отправил детей гусей загонять не пристала взрослой тетки о не успела вон они идут видите вдоль забор хотел поснимать как они их оттуда гонят в общем в речку гуси так естественно не спустились они там с краешку сидели он чернилка сидит смотрите на тропиночке отправил детей они можно очень стоять и смотреть кто там что делает кто куда пошел очень удобно еще конечно очень красиво просто потрясающе это как у нас получилось своеобразная гусиная тропа я вот думаю может им просто взять сетку пластиковую положить там они по пластиковой сетки же будут цепляться и наверх залезать у меня есть еще кусок на нужно хватить просто его вбить колями например эту сетку чтобы они могли по ней спускаться к речке и подниматься и речки и конечно красотища все загнали дверь закрывайте на огород где же они были до туда поймали да у нас вишку молоко и укроп у нас теперь это он его сколько смотрите весь огород укроп я уже и наморозила ему надо сейчас надрать будет насушить его что ли здесь огород укропом зарос но здесь особо вот здесь у меня только эти капуста посажена кое-где ее уже за укроп ты не видать так стресса фьюч пошел заниматься своим бжи-бжи делом а я пожалуй я уже все сделала сейчас шторку вам покажу так вещи которые сегодня привезла практически все разобрала сортировала разложила по местам нашла шторку вот такую голубенькая шторенка она у нас висела раньше на кухне в городе вот сюда и повесила на это края крайне окошко красота теперь стала и пока Станислав Юрьевич там с пчелами рамсить так сказать можно немножко в гамачке повесить нам же домой пора ехать я все разобрала все убрала просто жду отдыхаю и кайфую в тенечке в гамачке ммм какая прелесть ну чё там все хорошо чё тянут волынку ващинку тянут это замечательно какие слухи какие новости в нашу улье так сказать нормально работу делать ну вот отличать некоторых я уже все сделала я тебя жду шторки повесила шмоточки разобрала все сделала подокончик прибил достаточно достаточно все что-то хотела же мне что-то там показать нет так друзья мы уже едем домой как я пошел там в магазин я пожалуй финиш запишу для этого ролика а то мне потом будет просто некогда время уже 9 часов вечера нам пора на дойку а он застрял в огромной очереди в этом самом магазине так что хочу сказать по гусям что касается гусей в тему так сказать сегодняшнего ролика дети пригнали гусей и они опять усеялись на место у корыта завтра будем их опять все выгонять чтобы они тренировались по поводу спуска в воду пока ничего не придумали утро вечера мудренее что-нибудь обязательно на ум придет какая-нибудь вещь попадется на глаза который ты там еще а она подойдет мне по крайней мере на это очень надеюсь все внизу в описании к этому видеоролику всякие разные полезные интересные ссылки вот здесь и вот здесь увидим что нибудь интересное вот нажмем пальчиком подпишемся на наш канал а вот здесь пониже наш канал про лобосой копчености и друзья мои всем огромное спасибо за просмотр всех люблю целую всем пока пока